Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мне задают вопросы. В этом видео я хотел бы ответить на эти вопросы, посвященные методикам исследования активного внимания. Надо сказать, что мы в своей лаборатории, я лично, мои коллеги, используем, признаем не более, не менее, как 7 таких методик или проб, если угодно. Давайте я сейчас их все перечислю. Первый из них по старшинству, по значимости, по использованию, по эффективности, конечно, идут таблицы Шульте. Далее это красно-черная таблица Горбова, корректурная проба Бурдона, кольца Ландольта, счет по Крепелену, отсчитывание и ориентировочно-поисковая реакция. Всего, обратите внимание, вот я их все выделю, 7. Уважаемые коллеги, я готов спорить до хреботы, как пел Высоцкий, за то, что только вот этими методиками можно пользоваться в своей практике. Все остальное от лукавого. В общем-то, таких методик, таких проб существует достаточно большое количество. В последнее время, в связи с компьютерными технологиями, их пытаются автоматизировать, появляются какие-то новые методики, подчас очень интересные, красочные, опять же, повторюсь, исполненные на компьютере, в каких-то программных средствах и так далее. Есть методики, которые появляются, исполненные как бланки, то есть, тоже как и эти подобные пробы, они используют бумагу, да, то есть, там какие-то значки, цифры, буквы и так далее, и тому подобные вещи, которые позволяют оценить активное внимание человека, да, то есть, одну из высших психических функций, как Вы помните, внимание, память, мышление. Такая вот, такая триада. Ну, не будем сейчас говорить об ощущениях, восприятиях и так далее, низших психических функциях. Одним словом, семь методик. И поверьте мне, все остальное можно использовать, но с оговоркой, что они не имеют под собой никакой фундаментальной теоретической подоплеки, основы. А вот эти методики, они имеют такую основу, они себя очень хорошо зарекомендовали не только в нашей лаборатории, но и в других каких-то научных учреждениях, лабораториях, опять же, и так далее, и тому подобных вещах. Конечно, надо сказать, что эти методики, прежде всего, вышли из психиатрии, медицинской, клинической психологии. В дальнейшем они перекочевали куда-то в промышленную, спортивную психофизиологию и так далее. Мне задают вопрос, я вижу в поиске иногда запросы по этим методикам и решил вам показать три из них, наиболее распространенных. Таблицам Шульте у меня посвящено очень много видео. Красно-черная таблица Горбова также не обделена вниманием, вы ее увидите, видели, могли посмотреть, как она выглядит. Давайте я открою, не буду тянуть время, и открою, значит, методику Ландольта. Так вот она выглядит. Это бланк методики Ландольта, где предлагается вычеркивать за определенный период времени, ну, психологи, кто знает, тот понимает, о чем я говорю. Значит, кружочки, имеющие разрывы на 15, но чаще всего предлагается на 12 часов. За определенный период времени психолог берет секундомер на телефоне, сейчас это очень модно делать, там есть секундомер, засекает время и, соответственно, фиксирует, вычеркивает, как быстро пациент вычеркивает эти кольца. Так выглядит проба Ландольта, методика проба Ландольта. Знаете, по поводу названия проба, методика, в общем-то, правомочно, на мой взгляд, и то, и другое название. Давайте пойдем дальше. Ландольт, корректурная проба Бурдона. И, как я уже сказал, третья методика, это счет по Крепеленум. То есть, вот из этих семи методик я вам сейчас показал три. Они очень сильно различаются при кажущейся сходности, они очень сильно отличаются стимульным материалом. И вот по тому вопросу, который мне сегодня задали, я хочу сказать следующее. Вот я специально, наверное, да, вот так вот открою, да, то есть, значит, продемонстрирую стимульный материал. Проба Ландольта. Еще раз. Корректурная проба Бурдона. Старинная такая методика. Используется очень давно, с начала, там, 20 века. Вопрос следующий был. То есть, какую методику лучше применять? Понятно, вот их несколько, да, то есть, как минимум 7. Какую методику на исследование активного внимания, вырабатываемости, концентрации внимания, его распределения лучше использовать при тех или иных нозологиях? Дальше пойдет, наверное, мой собственный субъективный эмпирический опыт. Собственно, речь идет о болезни Пика и болезни Альцгеймера. Коллеги мои понимают, о чем идет речь. И, в общем-то, они имеют существенное различие по результатам применения этих самых методик, этих самых проб. Вот, я не претендую на какую-то научность. Еще раз подчеркну, что работаю этим уже, наверное, более 20 лет этими методиками. Вот при болезни Пика, на мой взгляд, субъективный, я ничего не утверждаю, лучше всего работает вот эта самая корректурная проба. Но это я подчеркну еще раз. Они все могут быть применены. Но вот мне эта проба нравится больше. При том, что обработка ее несколько более сложная, занимает более продолжительное время при обработке и подсчете результатов. Но вот при болезни Пика я ее предпочитаю. Но это мой собственный субъективный опыт, еще раз подчеркиваю. Кольца Ландольта, она такая методика, несколько средняя. Она вызывает у меня иногда некоторые сомнения по полученным результатам. На ней проще построить какой-то график, то есть какую-то динамику отследить по человеку. Проводится она несколько более эффективно. И при болезни Альцгеймера она более, на мой взгляд, удобна. Еще раз подчеркну. Пика – это корректорная проба Бурдона. Ландольт – это болезнь Альцгеймера. А вот отсчитывание по Крепелену, наверное, это методика, самая универсальная методика, на мой взгляд, это кольца Ландольта. А вот эта методика, она почему-то, на мой взгляд, не всем доступна. Вот при оценке каких-то нарушений в плане Олига или Эпи, ее использовать мне нравится больше. Опять же, подчеркну, поставлю точку и подчеркну, это мой субъективный, эмпирический, опытный такой вот опыт масло-масляное. Но, тем не менее, очень, конечно, для быстроты, эффективности, для какого-то, так скажем, выстрела на скидку – это кольца Ландольта. При оценке Пика – это корректорная проба Бурдона. При оценке Альцгеймера – опять же, или нечто среднее в виде кольца Ландольта, или же отсчитывание. Плюс-минус с переключением концентрации внимания. На этом все. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, я ответил, уважаемые коллеги, на ваш вопрос. На этом все. Хорошей вам работы и удачи! Продолжение следует...